Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Вас приветствует Алена Арес. Я по-прежнему таролог, гениальный таролог, психолог, коуч, специалист по счастливой жизни. Я забыла свою знаменитую фразу, но неважно. Гениальный таролог и психолог. Приветствую вас, мои богатые и счастливые девочки. И сегодня у нас с вами очень интересное предсказание, что сбудется со дня на день. Ну, в первую очередь, я вас благодарю за прекрасные и позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои предсказания. Мне очень и очень приятно. И прежде чем выбрать позицию, как обычно, улыбнитесь, похвалите себя, пишите комплименты себе в чат. Это всегда к счастью и к деньгам. Поблагодарите себя за что-нибудь, за сегодняшний день или за неделю, не знаю, за что хотите. И делайте это ежедневно. И только после того, как улыбнулись, поблагодарили себя, сделали комплимент, прислушавшись к собственной интуиции, выберите ту позицию, которая вам нравится или которая вас притягивает. Три колоды сегодня участвуют в предсказании. Это Алиса в стране чудес. Таро Грегори Скотта, тоже очень люблю эту колоду, потому что в ней персонажи, в отличие от всех других колод, они мужские. То есть почти на всех картах мужчины. И третья колода – это Таро Николеты Чикули. Так что выбирайте свою позицию и начинаем. Начинаем, как всегда, с первой. Да, хотела сразу сказать, девочки. Во-первых, запланировала почему-то прямую трансляцию. Я даже не глянула на время. Или точнее, я на него смотрела. Но почему-то я не видела, что я ее запланировала на 9 часов. Во-вторых, я ее запланировала не в том канале. У меня же несколько каналов. Ну, в общем, спешила, потому что кроме голосового сообщения я не могла вам ничего отправить. Я сегодня весь день провела с внучечкой. И, естественно, как только родители ее забрали, то я сразу же села планировать прямую трансляцию. Итак, смотрим, первая позиция. Сбудется со дня на день. Ну, вот вылетела прям как-то. Пусть она будет. Раз уж она вылетела одна. Так. То 100% сбудется. Смотрите, девочки. Решится для вас какой-то вопрос очень важный. Вопрос может быть связан с недвижимостью, с наследством, с документами, с судебными и юридическими разбирательствами или вопросами. С судебными разбирательствами, юридическими вопросами. В том числе со сделками, контрактами, договорами. А еще по поводу документов. Это могут быть здесь и вид на жительство, и визы, и паспорта, и еще масса любые деловые бумаги. В общем-то, почему-то идут акции, облигации. Вот. В общем, решится вопрос. У кого-то может быть решится вопрос с долгом. Вопрос этот, чтобы вы понимали, да, во-первых, очень важный для вас. Во-вторых, это вопрос, который не решался в прошлом. Вот в прошлом он не был решен, не решался никак. То есть, возможно, вы что-то делали для этого, возможно, прилагали усилия. Но этот вопрос не решался. И вот в течение ближайших семи дней данный вопрос решится с полным успехом для вас. Вот. Это то, что реально сбудется со дня на день. Может вопрос касаться, вот этот вопрос, который решится, может касаться денег. Но я, в общем-то, и говорила здесь. Деньги, наследство. Может, еще здесь по поводу денег, может у кого-то решиться вопрос, если вы ранее подавали заявку на кредит или ипотеку и вам отказали, то вот возможно, что сейчас вам предложат и одобрят заявку. Поэтому вот для тех, кто подавал и отказали, вот в ближайшие семьи очень хорошие перспективы. Можете еще раз подать заявку на кредит или ипотеку. Так. По поводу личной жизни может вернуться мужчина. Мужчина-шатен с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Достаточно мягкий мужчина, с чувствами он к вам и хотел бы восстановить или возобновить отношения. Причем такие отношения бурные начнутся, ну как бы как заново начнутся, да? Начнутся с конфетно-букетного периода. Так. Ну вот по поводу денег, да, тут тоже идет как бы момент такой. И все это из прошлого. Все, вот деньги, документы, вот все, что я перечисляла, все из прошлого. Ну и мужчина получается, раз он возвращается, он же тоже из прошлого. Но вы будете очень рады его возвращению. А вот. Здесь идет еще какой-то мужчина из прошлого, девочки. Но это мужчина черненький. Если этот мужчина, кстати, может быть лысый или седой. Вот первый, которого я описывала. И он постарше вас. А этот ровесник или младше вас, скорее всего, младше. Тоже откуда-то из прошлого, но он может идти вам с каким-то предложением. С предложением, например, какого-то классного места работы. Или предложение, может быть, по бизнесу. Или предложение, там, зарабатывать на хобби. Ну, к примеру, я часто привожу пример, что вы суперклассно, к примеру, печете пирожки. И мужчина обратится к вам, скажет, ну, напеки мне там 300 пирожков, я тебе заплачу. Да? Ну, я приблизительно. Вот первое. Первое, что приходит в голову. А вот, то есть, с каким-то предложением выгодным в сфере как раз работы, карьеры, бизнеса, своего дела. А вот. Ну, вот такая тут ситуация. Я не буду затягивать дальше. Тут и так много событий на ближайшие 7 дней. Да, события реально проиграются в ближайшие 6-7 дней. Ну, прям реально со дня на день. Так, карта совета по первой позиции. Богиня Ирена, мир. Нет нужды тревожиться, поскольку все идет прекрасно. Да, все прекрасно, реально. Ну, тут много именно, много почему-то событий будут идти из прошлого, которые в прошлом как-то вот не решались. И здесь решатся. Здесь и отношения, и деньги, и остальное, в общем-то. Это как резюме первой позиции. Так, все, первую позицию закончили. Переходим ко второй. Ой. Не могу, ногти длинные, не могу цифру взять. Вторая позиция. Смотрим теперь по второй позиции. Что сбудется со дня на день? Для вас, для всех, кто загадал вторую позицию. Какая-то поездка, дорожка. Да. Причем поездка, дорожка – это то, к чему вы прилагали усилия. Также еще, смотрите, либо обучение, может быть, поездка на обучение как раз-таки, либо поездка для оформления каких-то документов. Тоже вполне возможно. Ну, что касается обучения, оформления документов, здесь поездка, дорожка идет, да. То есть, не обязательно вы прям далеко куда-то поедете. Но факт остается фактом. Может у кого-то проиграться как приложение усилий для устройства на работу. Так, ну, все-таки я вижу поездку именно. И еще, девочки, в ближайшее время, может быть, поездка и не связана с оформлением документов и обучения. Обучение может быть онлайн. А вот оформление документов, ну, тут, скорее всего, все равно вам придется идти или ехать. Хотя онлайн тоже много документов можно оформить. Да, поездку я вижу еще. То есть, у вас тут одни дорожки идут на ближайшие дни. Ближайшие 4-5 дней. Даже нет, 3-5, вот так, 3-5 дней. Поездка на какой-то торжествор или на какой-то праздник. Опять-таки, не обязательно далеко. То есть, не обязательно в другой город, в другую страну. Вот, это может быть и в пределах вашего города. И праздник может быть элементарно с подругой решите встретиться, посидеть. А у кого-то может быть действительно праздник или торжество в ближайшие дни. Вот, я вижу поездку туда. Ну, поездку, даже если это в пределах города, то как-то, смотрите, то ли вы там заночуете, останетесь, да, после праздника. Может быть, у кого-то из родных или близких. Вот, либо приедете очень поздно. Так, еще что случится со дня на день, сбудется со дня на день, девочки. Ну, тут предложение от какого-то черненького мужчины в сфере работы, карьеры, бизнеса. Ну, смотрите, если вы в поиске работы, то я бы сказала, что предлагать будут работу тяжелую. И по оплате может быть какой-то, не то чтобы обман прямо, да, но, как обычно у нас, обещают огромную зарплату. А в итоге то-то-то вычитали, и зарплаты остается мало. Вот здесь то же самое. То есть какие-то скрытые вычеты, которых изначально при устройстве на работу вы не будете знать. Если вы работаете, то здесь тоже возможно какое-то предложение какой-то другой должности. Не обязательно повышение должности. Ну, к примеру, там, может быть, даже предложение подработки, да, там взять на себя, например, обязанности другого, да, на какое-то время, там, на время отпуска, к примеру. Или подработку, там, лишние смены, лишние часы отработать. Или еще там что-то, какую-то подработку. Ну, имейте в виду, что вам не заплатят столько, сколько должны или столько, сколько обещали. Вот тут будьте внимательны. И это тоже, вот эта подработка, получается, проиграется тоже в ближайшие дни. Так, теперь мне хочется по второй позиции очень задать вопрос, что хорошего сбудется со дня на день. Тут тоже, в принципе, неплохое, да, праздник, оформление документов. Но везде, знаете, вот у вас по второй позиции идет везде, знаете, с таким напрягом почему-то. Вот, именно вот вам везде нужно прилагать усилия для того, чтобы поехать, для того, чтобы документы оформить, для того, чтобы там на работу устроиться. Да, по бизнесу не сказала вот эту ситуацию, да. Для тех, у кого свой бизнес, это будет предложение партнерства, но какое-то партнерство такое тяжелое прямо, трудное партнерство или сотрудничество. И это если по бизнесу или, может быть, у вас свое дело какое-то онлайн или оффлайн, неважно. Вот, имейте это в виду. Поэтому вот хочется мне в конце как бы все-таки, что хорошего сбудется со дня на день. Ну, у кого-то может проиграться как повышение в должности. Так, еще что хорошего. Все-таки вопрос с документами и поездками решится. Поможет какой-то мужчина. Да, поездка состоится. Вот какая-то еще идет. Вот кроме вот этих маленьких как бы поездок, которые в принципе могут быть в пределах города, все равно идет какая-то поездка. Тут вам мужчина поможет. Может быть, это ваш мужчина. Может быть, это просто человек, который реально может помочь вам с решением вопроса, связанного с поездкой или документами. А вот, а может быть и новый знакомый. Кому-то может быть и для личной жизни. То есть вполне может быть новое знакомство для серьезных отношений. Ну, тут не сказано прям для серьезных отношений, но мужчина просто сам по себе серьезный. А вот, мужчина темненький, чаще всего ореховый или темный, темный шатен. Ореховый цвет волос, не договорила, да, темный шатен. Какие, с какими глазами? Ну, чаще всего карие, могут быть зеленые. Ну, не прям ярко-зеленые, да, ну, такое что-то. Карий зеленый, что-то такое. Крупный такой, статный мужчина. Ну, а карта совета по второй позиции. Так, богиня Ковентина. Очищение. Вам пора провести детоксикацию тела и разума. То есть какое-то очищение. Очищение может быть как принятие ванны с солью. У меня на канале есть даже видео «Загадай желание на соль». Соль имеет, видите, у меня, это соль у меня стоит здесь. Потому что соль впитывает в себя любую негативную энергию. Вот. Поэтому принятие ванны с солью снимет с вас негатив, любую порчу, сглаз, все, что хотите. Потому что порчи, сглазы. Ну, я всегда говорю, что их не существует. Но, по большому счету, это, в общем-то, та же негативная энергия. Только ваше. Потому что никто другой вам сделать порчу или сглаз не может. Вот. Ну, тут можно, конечно, долго рассуждать на эту тему. Не буду. Не буду углубляться. У меня есть достаточно видео на канале. Как раз на эту тему я очень много рассказываю. Откуда берется негативная энергия, как ее снять, как избежать. А вот. Еще вариант. Можете сходить в спа-салон, съездить куда-нибудь, там, я не знаю, на море, на реку. Море вообще классно. То есть море само по себе. Оно же само по себе соленое. А вот. Ну, в принципе, любая вода, она все равно очищает. Даже элементарно. Принять душ, это уже классно. Если даже нет возможности ни душ принять, ни искупать, не принять ванну, да, то элементарно даже просто помыть руки тоже помогает. Не обязательно руки мыть солью. Можно просто подержать их под проточной водой. Вот как-то так. Так что очищение вам тут нужно. И очищение я понимаю, за чего. Потому что очень много тут тяжести. Прям такая тяжеловесная позиция. Как-то вы все усложняете в своей жизни. Нужно проще и легче относиться к событиям, к ситуациям. И самое главное верить, что все к счастью и к деньгам. И тогда жизнь будет сказочной. Так, переходим к третьей позиции. Смотрим теперь по третьей позиции. Что 100% сбудется со дня на день. Что 100% сбудется со дня на день. Новое знакомство, девочки, или встреча с вашим мужчиной. Прям такая романтическая, чувственная. Да, ну для кого-то реально знакомство и начало страстного бурного романа. Но как-то у вас страхи обострялся. Потому что очень быстро роман закрутится. Если вы, ну, к примеру, в паре или в браке. Давайте сначала для тех, кто в паре. И еще расскажу для тех, у кого роман на расстоянии. Для тех, кто в паре, девочки. Скорее всего, да, какая-то романтическая поездка у вас будет. Может быть в пределах города, за город. Ну, а может быть и куда-нибудь подальше. А может быть полетите в Париж на выходные со своим возлюбленным. Те, кто в браке, в общем-то, то же самое. Только непонятно, почему тут у вас страхи обострятся. Если вы со своим мужем куда-то поедете. В какую-то поездку. Ну, очень такая приятная, очень благоприятная. Может быть даже кого-то из вас муж пригласит провести ночь в отеле. Иногда ведь надо отдохнуть от семьи, от детей. Ну, если дети есть, да, и просто, Таша, поменять картинку, как я говорю. Вот. Так. Да, для тех, у кого роман на расстоянии, девочки. Здесь, скорее всего, либо от мужчины, от вашего поступит предложение, чтобы вы к нему переехали. Либо он сообщит о том, что к вам приезжает. Но почему-то вроде бы все классно и чувство, и приятно. Да, почему-то у вас обостряются страхи. Вот тут я, да, выложу дополнительную карту. Мне нужно понимать. Как раз вот из-за поездки или из-за приезда мужчины. Почему-то. Если это новый мужчина, новый роман, то из-за того, что реально быстро, быстро как-то события развиваются, вот здесь обострятся страхи. Давайте смотреть, что и что 100% сбудется со дня на день по третьей позиции. Начало какого-то нового дела, новой работы, новой должности, новых обязанностей, нового направления в бизнесе, нового дела какого-то. Вот. В общем, прямо начало и дело, кстати, прибыльное. Дело, прибыль, работа. Какая-то женщина вам будет помогать, в том числе, возможно, и материально, либо как-то через нее еще деньги придут. Женщина вот такая, как здесь, черненькая, черные волосы, темные глаза, серьезная, практичная, деловая. Так. Инициативу будет проявлять какой-то мужчина. Девочки, мужчина, с которым вы расстались. Но не обязательно были отношения. То есть, может быть, просто общались, может быть, была симпатия. А вот. И вот он будет проявлять... А может быть, симпатия была только с его стороны, почему-то вот я так больше вижу. Вот. И вот сейчас он объявится. Я теперь так и выкладываю по четыре карты, да? Как первую выложила. Вот. Еще что сто процентов сбудется? Какая-то поездка, девочки. Ну, поездка тут с мужчиной идет. А это еще какая-то поездка, связанная с деньгами. Причем с деньгами с крупными. Достаточно. Да. А вот. Ну, у кого-то все это все равно замкнется, видимо, на вот этой... На том, что все-таки крупные... Вот эти крупные деньги могут быть... У кого-то прям реально крупные деньги придут, да? Поездка связана с крупными деньгами. А у кого-то может проиграться намного проще. Так. Устройство на хорошо оплачиваемую работу. Вот то, что я вот тут говорила. Новое направление, новое прибыльное направление в бизнесе. Работа в удовольствии тут идет. Тут и помощники как бы есть. А вот. Может быть, на своем деле, на своем хобби начнете зарабатывать. Тоже будет прибыльным для вас, для всех, кто загадал третью позицию. Может быть, какая-то подработка, дополнительные смены или должность. Или повышение. Тут, кстати, очень ярко идет повышение в должности. Поэтому для многих именно проиграется как повышение в должности. И мужчина тут, по большому счету, он идет именно... Тут женщина идет в деловом плане. И мужчина черненький тоже идет в деловом плане. Ну, вот тут будет мужчина все равно проявляться какой-то, вот с которым вы расстались. Я уже говорила, что либо у вас совсем не было отношений, либо, может быть, какие-то легкие отношения. Прям совсем легкие. Я имею в виду, что, может быть, там пара встреч, таких дружеских, да, скажем ли, ознакомительных встреч. А вот. Ну, вот он проявится, будет проявлять инициативу. А вот. Так что, вот такая тут ситуация вам на ближайшие дни. А ближайшие дни не сказала, девочка. Здесь от одного дня у кого-то прям, да, в ближайшие сутки проиграется. Прям один день идет. Много карты, которые говорят именно один день. А вот. Но максимум, максимум, даже не вижу. Максимум дней пять. А вот. Так что, реально, прям со дня на день. Эй, наверное, скачок веры вам в качестве совета. Пойдите на риск и осуществите сокровенное желание своего сердца. Так что, чего хочется, обязательно осуществите. Такая была третья позиция. Так, я помню, я еще должна выложить три карты на исполнение желаний. И переходим к вопросам. Загадывайте желания. Будем смотреть, исполнятся ли ваши желания. Можете загадать одно, два или три желания. Я не знаю, как у вас. Что-то мне захотелось поговорить о погоде. Но у нас начало октября, и у нас до сих пор, то есть у нас даже не было похолодания, у нас до сих пор лето. И такое лето, вот знаете, как конец августа обычно. Даже нет. Иногда конец августа бывает даже более холодным. Может быть, как первая половина августа. Вот где-то 15-20 числа августа. Вот у нас стоит такая погода вообще. Но обычно в сентябре все равно как-то попрохладней. А это прям лето. Лето и все. Так, первое. Те, кто выбрали первую позицию. Да, ваше желание исполнится, если вы будете действовать. Действуйте, и все получится. Вторая позиция. Всполнится ли ваше желание. А вам нужно заняться вашим здоровьем. Не знаю, касается ли ваше желание здоровья. Но если со здоровьем все нормально, то, скорее всего, вам нужно пройти какое-то обследование. Хотя я бы это интерпретировала совершенно по-другому. Ну, что вам нужно прокачать ваши ментальные тела. Прокачать вашу энергию. Вот. У меня на канале, кстати, есть видео. Оно на здоровье и энергетическое. Там что-то с энергией связано. Не помню, как точно она называется. Это не просто видео, это сказка на ночь. Вот возьмите ее, она поможет в исполнении вашего желания. Так. Ну и третья позиция. Сохраняйте оптимизм. То есть больше улыбайтесь, и ваше желание исполнится. Так, мои хорошие. Ну и теперь перехожу к вашим вопросам. А возьму я колоду Тару Грегори Скотта, чтобы вам, простите, отвечать на вопросы. Так. Послушаю Танечку, потому что Танечка у нас, во-первых, из другой страны. И, кроме того, мой бессменный модератор и мой постоянный клиент уже долгие годы. Танечка, я вас подключила. Слушаю. Здравствуйте. Слышно меня? Да. Я хотела спросить, чем мне порадует следующая неделька? Благодарю. Чем вас порадует, Танечка, следующая неделька? Ну да, хотела бы чего-нибудь. Какой-то встречей. Ну, встреча такая вот любовная. Видимо, кто-то будет проявлять из вашего коллектива к вам неподдельный интерес. Может быть, даже генеральный. Да. Я боялась. Да, и прям так наблюдать будет. Тут речь пока не о чувствах, но интерес явно будет проявлять. Может быть, даже захочется ему физически к вам прикоснуться. Ну, чувствоваться. Уже прикасался. Уже прикасался. Чувствоваться будет все равно, что это не просто интерес на уровне работы. Ну, в общем-то, наверное, и все. Да, выбор еще какой-то у вас будет. Может быть, он вам должность предложит. Да, потому что вот из прошлого тянется ситуация. Да, трансформация. Что там он вам предложит? Я пока не вижу вашего перехода. Выбор вижу. Может быть, он вас о чем-то спросит, что хотели бы вы на эту должность там или что-то. То есть, еще как бы не предложение должности, а такой вот вопрос. Ну, если, например, все-таки предложит, там же нужно, есть же определенный период, чтобы человек доработал, и потом ушел, и потом на эту должность. А, ну, я же говорю, может быть, он как-то так издалека немножко спросит. А, спасибо тогда, благодарю. Пожалуйста, Танечка. Так, теперь. Я, конечно, уже не помню, кто у нас был изначально. Девочки, поднимите руки, кто были первые. Там было четыре человека, мои хорошие. Наталья, да, я помню, что точно была. Кто еще? Кто еще? Нет, восьма позже подключилась. Первые четыре человека кто были? Самые-самые первые. Наталья. Кто-то еще был, девочки? Ирина тоже чуть позже подключилась. Ну, ладно, все, тогда не буду выбирать. Наталью сейчас подключу. Дальше пойду так, как у меня список высвечивается, потому что я не помню. Мне надо либо записывать вначале, либо я уже потом не могу вспомнить, кто был изначально. Девочка, сейчас, одну секунду, Наталья. Наталью я подключила, я не сказала. Девочка, у которой стоит вместо имени одна точечка. Напишите, пожалуйста, имя, иначе я вас не вызову. Наталья, слушай. Наталья, ага. Все, подключилась. Добрый вечер, Алена. Добрый вечер. Извините, что, ну, мне очень интересует вопрос насчет работы. Вот правда. Что дальше ждет меня на этой работе, на которой я работаю? Ничего за полгода не двигается. Обстановка напряженная среди коллег. Ну, среди коллектива. Ну, такая натянутая. И, в общем, что-то не нравится, ничего не двигается. Дело в том, что, ну, как бы не все помню. Я помню, была какая-то ситуация с работой. Ну, вы такая не одна были. По-моему, у вас две девочки было, которым я работу рассматривала. И я не помню, ваша это была ситуация, что вы хотели на какое-то другое место работы перейти и не перешли? Не перешла, там сразу заняли. И я, когда звонила, уже занято, люди приработались, работают. А я осталась на этой, ну, обстановочка такая напряженная. Напряженная тут и среди коллектива. Почему напряженная? Ну, вообще, вот коллектив новый, маленький еще. Вот даже некоторые друг с другом не здороваются. Зарплата небольшая и ничего не двигается. Клиника новая. Вообще что-то сдвинется с этого места. Я что-то уже пожалела. Ну, не знаю, мне вот этот вопрос... Если это вы были по поводу работы, потому что я путаю, еще какая-то девочка была тоже по поводу работы. А я пропустила уже эфиры, не была ни на прошлом. А вот, и да, я вспомнила эту ситуацию, и мы тогда с вами обсуждали. Дело в том, что та работа, на которую вы пытались уйти, она же намного труднее. Труднее, да? И я вам говорила о том, что как раз мы рассматривали два варианта работы. О том, что основным критерием того, чтобы вы не перешли, было как раз то, что там труднее. И тут действительно должно... Да, все равно сдвинется с места. Потому что, ну, тут с Пентаклей, как бы вытащите с 78 карт на втором месте. А вот, и десятка Пентаклей тут же сдвинется, а будет повышение. Повышение зарплаты однозначно будет. А это как, в этом году, как бы, три месяца вот осталось, я не знаю. У меня такое ощущение, что должно у вас поменяться начальство. А вот, и со сменой начальства изменится ситуация. Вот. Ну, а по поводу коллектива, да, я не сказала, когда. Ну, да, до нового года, скорее всего, все-таки. Сдвинется с места, посмотрите. Сначала, а сначала, скорее всего, не будет именно смена начальства. Вот. Может быть, даже не того начальства, которое конкретно у вас сидит, может быть, то, которое выше. Ну, вот. Но факт остается фактом. Я вижу смену начальства, и благодаря этому пойдут перемены в финансах. Вот. То есть улучшение в финансах будет однозначно. Да, по поводу коллектива, хотела сказать. Наталья, ну, от вас же тоже зависит. Ладно бы, если бы вы не знали меня, да, но я на каждой прямой трансляции здесь, в Ютубе все время говорю, девочки, улыбайтесь, здоровайтесь. Ну, я не говорю это в каждой прямой трансляции, но вы сами приходите на работу, улыбайтесь всем, здоровайтесь, проявляйте эмпатию. То есть спрашивайте, как дела, как здоровье, там, еще что-то. Ну, я не говорю прям, если человек там надутый и лезет к нему. Хотя бы элементарно улыбнитесь. Ведь к вам возвращается все то, что вы проецируете в этот мир. Конечно, я могу на глубоком уровне, но я боюсь просто, что вы не поймете. Хотя я уже говорила вам о том, что вы находитесь, каждая из вас, в зеркальной комнате. И вы получаете ровно то, что проецируете. Нет других людей вокруг вас. Мы, каждая из нас, мы сами с собой. Сами с собой. И об этом говорит еще древняя буддийская, не путайтесь, религии. Это не религия, это философия. Древняя буддийская философия. И сейчас уже это все тоже доказано. Поэтому начинайте с себя. Потому что весь этот мир, который вы видите, Наталья, построили лично вы сами, своими мыслями и образом мышления. Благодарю за совет. Но я общительный и ко всем расположенный человек. Я со всеми общаюсь. Вот там одно убрали, другое поставили, какие-то интриги, какие-то это, ну, правда, вы не представляете, просто собрали коллектив, непонятно со всех, что за люди. И нет, я в хорошем... Вот ни с того, ни с чего, просто люди вот как-то странные какие-то. Я еще таких не видела. Непонятный коллектив такой. Я очень, ну, со всеми общительная и постоянно улыбаюсь, со всеми общаюсь. Никогда не именно, что против меня там, но просто вот против всех понемножку. Вот плетут вот такое вот непонятное. Смотрите, это тоже ваши мысли. Ну, то есть, однозначно это проецируется вашими мыслями. Все, что происходит. Вы можете, конечно, я могу там к ученым вас послать или к буддистской философии, к древней, но я не буду этого делать. Дело в том, что, смотрите, то, что вы о людях думаете, однозначно люди покажут вам это в ответ. То есть, если вы думаете, что они какие-то странные, вот увидели человека первый раз, да, что-то там вам показалось странным в нем. Вот он для вас странным и будет. И этот человек все время, только для вас, обязательно будет подтверждать вашу уверенность в том, что он странный. Поэтому постарайтесь найти в людях, с которыми вы работаете, в каждом что-то хорошее. И не один раз найти, а постоянно искать что-то хорошее. Благодарю, спасибо за совет. Что у каждого из них есть хорошего. Немножечко перестроят ваше мышление. И это не только на данный момент времени, а и в будущем, перестроив мышление, к вам будут притягиваться другие люди. И это о чем? Вот слышали, да, что у меня никогда, никогда за много лет практики не было плохих клиентов. Другие жалуются. Ой, клиенты плохие, клиенты такие сетьи. У меня никогда не было плохих клиентов, плохих учеников. Все ученики справляются, все осваивают, дают прекрасные результаты. При этом я преподаю вообще, ну, многие даже говорят, ну, такого быть не может. Как это научить людей осознанно считывать информацию Вселенной? Ну, как бы это дар, да? Да нет, говорю, не дар. У меня все ученики прекрасно считывают. У всех получается. А вот. И у меня уже более тысячи учеников, потому что, ну, онлайн-школа как бы молодая все-таки. А вот. И это почему. И вот с одной девушкой тоже разговаривали, она тоже как бы специалист в этой же области. И она говорит, да просто говорит элементарно, говорит, вы притягиваете людей со способностями. Я что-то так задумалась и думаю, а может быть действительно, может быть действительно так, что реально ко мне в школу на обучение приходят, хотя, ну, как бы люди со способностями, но те люди, которые о своих способностях просто еще не знают. Это я к чему? К тому, что вы всегда притягиваете тех людей, какими являетесь сами. И если в вашем окружении появился негативный человек, плохой человек, то анализируйте себя, свои мысли, свое поведение. Хорошо, спасибо большое. Спасибо за советы. Пожалуйста, большое, Наталья. Всего наилучшего. Так, дальше у меня идет Ирина Бегунова. Была у нас Елена Т. Она поднимала, руку поднимала. Так, я ее уже не вижу. Алло. Сейчас, Ирина, одну секундочку. Елена Т была. Я хотела ее подключить. Она была среди первых. Елена, если вы меня слышите, зайдите в чат, я вас подключу в следующий. Все, слушаю Ирину Бегунову. Да, спасибо. Здравствуйте, Елена. Скажите мне, пожалуйста, сможет ли муж ко мне приехать в этом месяце, в октябре? Ага, хорошо. Да, он сможет к вам приехать, но я бы сказала, что не в октябре, а в начале ноября. То есть чуть-чуть небольшая задержечка будет. Большое вам спасибо. Большое вам, пожалуйста. До свидания, всего доброго. До свидания. Так, дальше Елена. А, вот она. Я поняла. Елена, вы почему-то убрали буковку, и я не могу вас найти в чате. Я вас подключила. Так, 8-мать, а теперь куда-то делась. Да, слушаю. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а скоро у меня будет встреча с Сережей? А сколько вам лет? Мне 42. У вас голос прям детский. Спасибо. Скоро ли будет встреча с Сережей? Вот как я так умудряюсь, одни и те же карты дважды? Ну, я не могу сказать, что скоро. Здесь идет счет на 6-7 месяцев. Но встреча точно будет. Но не скоро. Спасибо большое. Пожалуйста, большое. Так, дальше у меня идет Марина. Мария, простите, Мария. Мария, я вас подключаю. Здравствуйте, меня слышно? Да. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос про личную жизнь. Когда я встречу своего будущего мужа или мужчину для серьезных отношений. Угу, хорошо. Ну, скоро, через пару месяцев. Отлично, спасибо вам большое. Подождите, я дальше посмотрю. Угу. Он такой инициативный мужчина. Ну, настроен серьезно. Ну, смотрите, тут есть момент, он вам знаком. Отношений у вас не было, но вы, мужчину, этого знаете. Спасибо, пожалуйста. Екатерина. Так. Натали тогда. Добрый вечер. Попала я или нет? А, ну, теперь уже Екатерина, следующая Натали. Ага. Добрый вечер. Всего вам хорошего, Аленушка. Благодарю. Скоро ли будет встреча с загаданным мужчиной? Ага. Нет, очень не скоро. И речь идет даже не на месяцы, а на годы. Почему я три карты выложила? Потому что два-три года, почему-то. Очень большой период. Можете обратиться на личную консультацию, посмотрим, в чем дело, почему так. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста, большое. Натали. Натали. Тоже не отвечает. Так, дальше. Жанна. Жанна. Будет ли продвижение по службе? Да, будет через пару месяцев. Ну, смотрите, будет вам тяжело на новой должности. Нелегко, непросто. Так. Спасибо. Кто у нас там дальше? Ирина. Ирина опять фотографию поменяла. Хочу фотографию посмотреть. Ой, красотка. Вы все красотки, девочки. Просто у Ирины новая фотография. Спасибо, Аленочка. Вы тоже красотка. Так что вообще. Благодарю. Аленочка, я заболела. И вообще что-то про я плохая девочка не смогла там к вам попасть. И в одном, и в другом смысле. Кратко рассказываю, что мальчики... Ирина, повторяйте сейчас. Прямо сейчас, потом все остальное за мной. Я разрешаю себе... Я разрешаю себе... Быть плохой девочкой. Быть плохой девочкой. Ну, это да, это да. Я разрешаю себе. Ну, так будьте плохой девочкой. Да, мальчики... Это откуда идет? Это идет от Иисуса. Иисус сказал, кто... Без греха пусть первым бросит в меня камень. Ни в коем случае, ни за что нельзя себя ругать. Все, теперь слушаю. И что-то я ослабла, что-то разрешила себе заболеть. Может, больничный возьму, два-три дня побуду дома, потому что... Работа, потому что у вас тяжелая, Ирина. Но организм устал. Да, да, да. И мальчики сошли с ума. Все подходят, все хотят, все предлагают. Я думаю, может, мне обручальное кольцо купить, чтобы они отвалили все. Потому что, ну, они такие, ну, как... Нет, ну вы же можете, хотите, а выбирать не хотите. Чем вам мальчики не нравятся? Ну, смотрите, то худой, то косой, то кривой, то ревнивый, то молодой, то старый, то женатый. Ну, боже мой. А есть такой, как я, спортсмен, самодостаточный, со своей квартирой хотя бы съемной, ну, который... есть работа, который может пригласить к себе, а не ко мне, ну... Хорошо, а что вы готовы дать такому мужчине? Что вообще женщина должна давать такому мужчине? Ну, я не знаю, давать спокойствие, наверное, как бы, ну, не знаю. Радость, эмоции... Я вам, наверное, историю расскажу про свою дочь. Вот, ну, были моменты, когда она была, ну, она и сейчас у меня бывает, да? Ну, я имею в виду, были моменты, когда она у меня, и зять возвращается домой, он не домой возвращается, а ко мне приходит, ну, чтобы ее собрать и вместе ехать домой. Вот, и вот, смотрите, мы там с ней сидим, о чем-то разговариваем. Она нормальная, моя дочь. Вот, то есть, все. Только открывается дверь, он появляется. Ну, и это же самое, я когда, если я у них в гостях, да, наблюдаю, он приходит с работы, сразу у нее загораются глаза, они блестят. Улыбка, она, здравствуй, дорогой, ты уже пришел? Все. То есть, что женщина должна давать? Счастье, наполненность, вот эту наполненность счастьем. Конечно, когда я первый раз увидела, думаю, ну, надо же, какая, какая мудрая девочка, и в кого она такая, подумала я. Вот, то есть, наполненность. Сейчас пока к вам притягиваются, то есть, мужчины к вам притягиваются в большом количестве, но притягиваются не те мужчины. Это о чем говорит? Ну, опять-таки, в первую очередь, это ваши чувства вины. Второе, почему такие, не те мужчины притягиваются, которых вы хотите? Хотела быстро сказать. Это ваша самооценка. То есть, где-то вы занижаете свою самооценку. Высокая самооценка – это не поднятая вверх голова, там, не задранный нос, а вот, а именно, именно высокая самооценка. Это же считывается на внутреннем уровне, на энергетическом плане самооценка. Где-то вы себя недооцениваете. Ищите. Раз не хотите идти ко мне на обучение в коучинг, ищите, где вы себя недооцениваете. Аленочка, вы знаете, это смотря, где я хожу. Если я хожу в спортзал, там, я не знаю, как парни живут, там парни красивые, симпатичные, все смотрят на мою попу, которую я качаю в зале. Я тренирую себя быть уверенной, не стесняться, не бояться, принимать себя такой, как есть. Ну, вот такая есть, да. Хорошо. Когда вы качаетесь, ну, когда вы занимаетесь в зале, вы улыбаетесь мальчикам? Я с тренером просто смеюсь. Нас слышно вдвоих на весь зал. Вот это все. Вот это. Он говорит, покажи мне на какого, кто тебе понравился. Я все устрою тебе. Ну, типа, тебе надо, ну, жених, тебе надо это. Я говорю, ты понимаешь, все приглашают, ну, с намеком на секс. А хотя бы кто-то на обед пригласил, на ужин. Ну, это тоже вот то, что с намеком на секс, тоже. Это ваши установки ограничивающие. Меня, например, никто никогда так не приглашал. Ну, они не говорят прям по следу. Сексуальным. Ну, и вообще не было такого с сексуальным подтекстом. Нет, это оно, оно меня не обижает, например. Ну, просто мне так смешно, что... Я поняла, что отношения вам таких не хочется. Это с одной стороны. А с другой стороны, с чего вы взяли, ну, например, какие критерии у вас, что вы говорите, мужчины только на секс приглашают. Ну, то есть именно с намеком на секс. Почему? С чего вы это взяли? Потому что они смотрят на меня и думают, вау. И они не знают, что сказать, они теряются, наверное, сразу говорят то, что им пришло на ум. Ну, и что они говорят? Ну, как один, я, Ирочка, не хочу тебя обидеть. Ну, он как бы культурно, ну, он культурно начал, говорит, я хочу тебя пригласить на кофе. Я думаю, блин, дурак какой-то. Ну, а на кофе. Да, говорю, ты такой смелый парень, я тебя прям уважаю за это. Он говорит, у меня машина есть, можем поехать туда. Думаю, блин, все испортил. Ну, типа, поехал, как ты захочешь. Вы знаете, у меня когда-то в жизни такое было. Тоже один все мечтал меня увезти. А вот. Но дело в том, что мне тогда было чуть за 30, а ему 18. И он все хотел меня увезти. А вот. Ну, я же тоже так, как бы, ну, реакция приблизительно такая, как у вас была. А вот. Но потом в итоге я думаю, а что я, в общем-то, теряю? А вот. И я ему позволила меня увезти. А вот. Ну, и что? А он, наверное, так, это, думал меня напугать. А вот. Куда-то там меня завез в какую-то, ну, у нас лесов нет, у нас посадки. А вот. Куда-то, куда-то в какую-то посадку. А вот. А машину остановил, значит, сам вжался в свою водительскую дверь и смотрит на меня. Я говорю, ну, и что? Говорю, и что будем делать? А вот. Я говорю, что? А мы с девчонками, ну, как бы все видели, что он за мной хвостиком бегает. А вот. И еще прикалывался. Я говорю, ну, что я с ним делать буду? Только в ладушки играть. И вот это он сжался в дверь, я к нему поворачиваюсь и говорю, ну, что будем делать? В ладушки играть. И подставляю руки. Он как психнул, ну, и что он сделал? Привез меня обратно, вот и все. Я спокойно вышла из машины и пошла дальше гулять с девчонками. Вот как-то так. Так что это еще не факт. Во-первых, смотрите, когда мужчина такое говорит, там, что у меня машина, мы куда-нибудь. Во-первых, это говорит о том, что у мужчин, вот как вы думаете, что вам, вернее, мужчинам от вас нужен только секс. А мужчины пишут так же, думаю, это женщина. Это первый вариант. То есть он, возможно, из-за вот этих мыслей он и сказал, что у меня есть машина, там и так далее, по тексту. Это первый момент. Второй момент. Это говорит о внутренних комплексах мужчины. И совсем не факт, что это так будет. То есть я бы на вашем месте реально сходила бы на кофе. А дальше вы хозяйка, то есть почувствуете себя хозяйкой, положение. Не он ведь руководит. Пусть довезет вас домой. Нет, Алена, он не того стандарта, что я. Он и пьет, и курит, и не очень ухаживает за собой. Я не хочу, понимаете. То есть вам не нравятся вот определенные критерии. С этого и надо было начать. А вот это вы говорили в прошлое, это, что я встречусь с этим парнем, да, вы говорили. Туз Кубка выпал, такая женщина красивая. Ну, у нас не получилась встреча. А сегодня я должна к парикмахеру была, ну, покрасить волосы. А я говорю, я заболела. Он говорит, ну, я в другой город. Он говорит, давай я тебя отвезу. Я говорю, ну, давай. И вот это у нас такая встреча была. Ни свидания, ничего. По дороге, здрасте, он купил мне кофе. Говорит, может, ты ходу хочешь? Я говорю, не, не, мне так плохо. Мне достаточно латте, спасибо. Он довез. Все, поехал уже в другой город. Говорит, дружище, я тебя заберу. Но у него не получилось. Это брат меня, ну, пишет, как ты, что ты, где ты. Ну, мужчина не очень симпатичный, но он бы мог, мог добиться. Потому что у него есть мужчина, он самодостаточный. Что-то там крутится, что-то думает, что-то такое. Ну, как-то так. Елена, ну, смотрите, зря вы ждете, чтобы он вас добивался. Если мужчина вам подходит, почему не показать ему, что он вам нравится, улыбаться? Я показала до такой степени, что он мне... Вот я говорю, я согласна с тобой пойти на свидание. Ты меня там приглашала. Я согласна. Давай завтра. А он мне писал, а завтра сказал, я в другой стране, уже по странам он ездит. Я говорю, блин, это вообще. Но сегодня получилось у него у меня... Ну, ничего, вы ему озвучили. Просто я так полагаю, что мужчина, видимо, наверное, такой, ну, кубковый. Вот, поэтому он может и постесняться. Девочки ему писали, звонили. Я сделала вид, что я ничего не заметила. То какая-то Леночка, то Катечка, то Катюшечка. Я так улыбнулась, отвернулась, думаю, Ира, у тебя температура, расслабься. Что ты будешь сейчас напрягаться? Вот тебе нужно выздоравливать. Подвозь тебя вообще прекрасно. Все правильно. Да, и ничего не говорила ему. А вот это хочу спросить, ну, не знаю, может быть, у меня встреча тоже на сайте зарегистрировалась. Мужчины пишут, откуда ты, а что ты, а где ты. Боже, одни те сами вопросы. Ну, не знаю. И как-то трудновато немножко мне, понимаете. Один приглашает меня, говорит, может, погуляем где-то. Я говорю, а где мы будем гулять? Там цветы будут. Ирина, если вы хотите такого мужчину, как вы описали, то никаких прогулок. То есть сразу этого мужчину, который прогулять предлагает, вычеркивайте вообще из списка. Хорошо. Ну? Да. Нужно их проверять. Сразу говорит, я хочу на стрижку, я хочу на лазерную депиляцию. Я хочу поехать на море, чтобы сразу... А, причем, не пойму, связь, а причем тут стрижка и лазерная депиляция? Чтобы, как бы, говорить, ну, как сказать, если мужчина влаживается, значит, у него есть какой-то интерес. Ну, а если мужчина не хочет влаживаться, то, ну, просто как бы... Нет, ну, в начальном этапе не каждый мужчина, даже обеспеченный, будет вкладывать в вас деньги. Ну, не знаю, не согласна. Может, мужчина просто так дать все, ну, как-то просто. Если он обеспеченный, ему не жалко, я думаю. Не жалко, если у него возникли чувства, и если у него есть планы на вас. Тогда не жалко. А просто так, скажем, даже после пяти свиданий оплатить вам стрижку или там еще что-то, я уверена, что даже обеспеченный мужчина не будет этого делать. Я вот недавно подарил серебряную цепочку, привез с Турции. Прекрасно. Ну, как-то так. Просто так, у нас ничего не было, ни свиданий, ничего, он просто коллега. Ну, видимо, был какой-то у него другой, возможно, интерес. Да, но он не показывал его вообще. Нет, я имею в виду, может быть, и нелюбовный вообще. А, ну, вот я говорю, что мужчины могут подарить женщине просто так. Ну, цепочка и лазерная, оплатить лазерную апелляцию, ну, это совершенно как бы разные вещи. Да, 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 это да. Лазерную апелляцию, на мой взгляд, может оплатить муж или мужчина, с которым вы там уже года два живете вместе или встречаетесь ежедневно. Ну, а так я и сама себе оплачу такое, ждать от мужчины. Причалюночка, скажите мне, что меня до конца недели ожидают на начальной, ну, в любом нам плане, я не знаю, может, я решусь, может. До конца недели, так у нас конец недели. Ну, следующей недели, следующей недели. Работу я у вас, работа, работа, еще раз работа. Ну, вы вот как на этой карте, в конце недели будет какой-то мужчина, шатен, встреча с ним будет. Шатен, ну, вот кубковый, это, наверное, вот тот, за которого вы рассказывали, который по странам ездит. А вот, вы вот так выглядите, Ирина, вокруг вас куча мужчин, а вы куда-то смотрите вдаль и не видите. Ну, да, я думаю о своем бывшем, понятно, оно такое. Надо заставлять себя переставать уже думать. Ну, я не вижу ценности в вашем бывшем, простите меня. Да, да, я понимаю, я тоже это понимаю. Так, все, давайте, давайте уже освободим эфир для других девчонок. А то мы с вами, как обычно. Ирина, я вас буду включать последний, чтобы мы могли договориться уже в душе. Хорошо, хорошо, спасибо. Так, Жанна там пыталась подключиться. Жанна, ау. Аленочка, здравствуйте, а вы мне уже ответили на вопрос. Да, вот представляете, девчонки. Благодарю, Жанна. И вас благодарю. Тогда Наталья, Наталья. Добрый вечер. Добрый вечер. После Ирины прям вопрос выпал из этого контекста. По-честному. Интересует, как изменится личная жизнь до конца года. Появится ли мужчина для серьезных отношений? Давайте так. Назовите число от 1 до 9. 8. Да, появится. Даже до восьмерки я не дошла. Светленький, рыжий или белокурый волос, светлокарий или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Сначала делает, потом думает. Такое быстрое движение, быстрое. Ей говорит быстро. Ну вот, это отличает этих мужчин. По возрасту ровесник или младше вас? Спасибо большое. Пожалуйста, большое. Так, кто еще? Анна. Добрый вечер. Сейчас, одну секундочку. Написат. Это у вас имя такое, написат, да? Напишите в чате, я увижу, у меня высветится. Потому что я никак не могу понять. Ты услышала, Анна. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Мы вот стоим на очереди, да, по городсовету, уже несколько лет, много. Вот мне интересно, вот, получим мы от государства квартиру в следующем году? Или нам еще придется долго очень ждать? Самое интересное. Анна, вы меня спрашиваете, а ответ вы сами знаете точно? Ну, точно просто мы уже очень много стоим лет, и очень долго тянется, тянется, уже дети вырастают, вырастают. Вот просто интересно, дождемся или нет? Ну, я хочу сказать, что да, да, интуиция вас не обманывает, где-то через год. Известие, причем об этом, будет через несколько месяцев, что вам в этом году, ну, в 2024 году квартиру. Вот, так что да, можно сказать, что дождались. Даже какие-то варианты будут, почему и придет. Да, 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 какие-то будут варианты. Где-то через пару месяцев даже, я бы сказала, что вам, видимо, озвучат, что подходит ваша очередь. Ну, спасибо большое, будем надеяться. Пожалуйста, большое, Анна. До свидания. Ольга, до свидания. Ольга. Ольга. Так, Жемес. Добрый вечер, Алена. Да, добрый вечер. Мужчина вот по имени Алексей назначил мне свидание, а потом отменил. Ну, так как мы работаем вместе, мы видимся каждый день, он со мной здоровый. Вот так, ну, вот не объясняет причину, вот почему он отменил. А вы у него спрашивали? Нет, нет, я не спрашивала, он улыбается, я тоже в ответ улыбаюсь. Вот спросить, как сказать, ну, всегда народ. Так подойти к нему, спросить, я почему-то стесняюсь. А назначил он вам свидание как? При всем народе? Нет. Ну, написал на WhatsApp, что в этот день, в этот час он приедет. Ну, я его ждала и не дождалась. Напишите ему также в WhatsApp. Или вы спрашивали в WhatsApp? Нет, не спрашивала. Ну, так вот. А когда ждали его, почему не написали? Ну, как-то я побаиваюсь его, я же его не знаю. Он пришел вот к нам недавно на работу и как-то подвез меня на тракторе к дому. Ну, напросился на чай, я ему сказала, сейчас не время, я как бы встала. Он взял у меня номер телефона и сказал, я позвоню тебе, ну, и напишу WhatsApp. Вот сказал, что приедет. Потом. Ну, в общем, не приехал, и я не стала спрашивать. Я еще постепенно. Ну, я бы сказала, хотя мысль у меня другая напрашивается, честно говоря. А какая мысль? Ну, я думаю, что он просто пошутил таким образом. Ну, на самом деле по картам я вижу совершенно другую историю. То есть никаких шуток я тут не вижу. Единственное, что, может быть, он заболел. Ну, как бы вот из всего того, что я вижу, может быть, заболел, плохо себя чувствовал. Что-то вот с этим связано. Спросите у него. За спрос денег не берут. Да, да, да. За спрос денег не берут. Я спрашиваю, что я не буду... Если что-то случилось, поставьте знак вопроса. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Ну, а потом можете мне написать... Ну, если не хотите писать в чате, можете лично мне написать. Как лично написать, знаете? Фотографию мою нажимаете. Фотографию или имя. И переходите в мой личный чат. Потому что мой личный чат тоже Алена Ариес. Так. Кто у нас там дальше? Кого-то я еще пыталась подключить и не подключила. А, Ольгу. Ольга, вы не готовы задавать вопрос? Нет, Ольга не готова. Диляра. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. У меня вот такой вопрос. Очень вернется ли парень Сергеев, с которым вы пытались на днях из-за соперницы? Еще раз. Вернется ли мужчина от соперницы? Да. Сергей. Ага. Диляра, ну я думаю, что нет. Кто-то там включился еще. Диляра, я думаю, что нет, не вернется. Это во-первых. А вы, скажите мне, зачем вам такой мужчина? Вы что, себя не цените совсем? Влюбилась. Ну, влюбилась. Ну, любовь, знаете, это такое чувство, которым тоже можно руководить. А вы, ну как бы, подумайте о будущем. Вы с ним счастливы будете? Если он все время будет куда-нибудь уходить. Или вам нравится страдать? Нет. Ну, если он не нравится страдать, тогда выходите с позиции жертвы. Спасибо вам большое. И знакомьтесь с нормальными мужчинами. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, огромное. Так. Не знаю, что за девочка такая. Исправила что-то в имени. Написать. Не знаю. Руку поднимала. Ну, скажите мне ваше имя. Она вообще, вообще исчезла. Еще какая-то девочка со звездочками. Ага. Написать. Я вас слушаю. Я вас подключила. Никакой реакции. А девочка со звездочками, если хочет задать вопрос, то поднимите руку, у которой звездочки вместо имени. Ну, в общем, непонятно мне. Непонятно мне. Ни имя девочек, ни желания. Ага. Вот девочка подняла руку. Так. Со звездочками. Девочка со звездочками. Ну. Алло. Слышно? Слышно. Только можно чуть-чуть погромче. Вот. Здравствуйте. Слышно? Вот сейчас хорошо? Да. Так. У меня вопрос. У нас сейчас разыгрывается виза-лотерея в Америку. Вот. И я бы хотела узнать, имеет ли смысл подавать? То есть будет ли успех? Потому что это платная вся процедура. Если имеет смысл, то, может быть, можете сказать, когда подавать лучше. Да. Я все это могу сказать на личной консультации. Ага. Все. Хорошо. По поводу лотереи. Вы все равно, вы у меня очень тихо почему-то звучите. Что за лотерея? Не пойму просто. Я вам могу ответить на один вопрос. Стоит подавать или не стоит? Что за лотерея? Мне надо понимать. Это виза-лотерея. Виза-лотерея. Поездка в Америку, то есть это получение грин-карты. А, все, поняла. Я знаю. Я уже рассказывала эту историю раньше миллион раз. Я как-то тоже записалась. Я не знаю, как я туда попала, на этот сайт. Я не поняла, что это за грин-карта. Я записалась, полностью все данные ввела, отправила. Мне звонят, значит, и говорят, вы выиграли грин-карту. Я говорю, да не нужна мне ваша грин-карта. Ну как, вы же записывались. Я говорю, ну что, грин-карта мне не нужна. Как это вам не нужна грин-карта? В общем, они мне звонили, они меня замучили просто. В завинчике. В завинчике он. Недавно расстались. В общем, звонили, звонили мне много-много раз. Предлагали эту грин-карту. Я говорю, да не нужна она мне. Но она мне действительно не нужна. Но вот так бывает. Ладно, смотрим. Для вас имя-то свое скажите. Оля. Оля. Угу. Есть ли вероятность выиграть грин-карту? Ну, вообще, да, есть высокая вероятность. Прямо реально. Поэтому стоит. Вот. По поводу остальных вопросов обращайтесь на личную консультацию, потому что надо рассматривать подробно. Ну, именно не прям подробно, да, а все равно существует определенная закономерность, то есть ни одной картой. Спасибо. Пожалуйста. Все, мои хорошие. Я вас всех благодарю. От всей души вам всем желаю счастья, радости, удачи, удовольствия, изобилия, богатства, благополучия. Всего вам самого-самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok